У абсолютно разных народов Земли, не связанных между собой, в сказаниях, легендах и мифах, есть похожие сюжеты. У египтян всемогущий бог Тодд спускался с небес на огненной колеснице. У индейцев майя верховный бог Кицель-Коатль прилетал к людям на огненном шаре. А среди преданий индейцев Наска в Южной Америке есть легенда о летающем золотом корабле, прибывшем с далеких звезд. Им командовала женщина по имени Арияна, которой суждено было стать праматерью земной расы. У древних не было такого понятия, как фантастика, фантазия. Люди не выдумывали, люди фиксировали в мифе те события, которые реально происходили, и они их отражали с помощью символов. Это древние тибетские книги. Более чем в тысячах рукописей хранятся священные буддистские тексты. Это, пожалуй, самая обширная тайна пись мира. На сегодняшний день расшифрована лишь сотая их часть. Описание богов, появлявшихся в небе на сверкающих шарах. В стихах многотысячелетней давности говорится о виманах, небесных машинах, способных летать на большой высоте при помощи ртути, рождающей порывы ветра. Бахима взлетел на своей вимане на огненной струе, которая сверкала, как солнце, и гремела, как гром. Этому тексту четыре тысячи лет. Имеет 100. Огонь был как раз тем фактом, который показывал работу и указывал на работу реактивного двигателя, когда из сопол реактивного двигателя вырывается пламя. Главный редактор журнала, на страницах которого аномальные явления исследуются уже несколько лет подряд, Станислав Ермаков уверен. Древние тибетские книги – символический текст. Понимать его буквально не стоит. Это не двигатели внутреннего сгорания, работающие на твердом или на жидком топливе, которые понимаем под ракетами мы. Там довольно много уделяется внимания вот этой внутренней силе, управлению внутренними возможностями. В Лондонском музее истории и археологии хранится льняная ткань, в которую была обернута мумия Тутанхамона. Она сделана из полотна с плотностью в 213 нитей на сантиметр. Ткани, сделанные 6 тысяч лет назад и найденные в гробницах в Верхнем Египте, тоньше современных льняных полотен. 240 метров тончайшей, почти неразличаемой глазом пряжи, весили всего один грамм. Ткач ощущал такую нить только пальцами. По тонкости египетский лен не уступал натуральному шелку. Сквозь пять слоев льняной ткани, надетой на человека, было отчетливо видно его тело. Воспроизвести такую тонкую льняную ткань даже сегодня, при наличии самых современных станков, очень сложно. Говоря о том, что египтяне смогли получить такую плотную ткань, 200 нитей на квадратный сантиметр, это, конечно же, очень здорово. Потому что на данный момент, что я слышал, самая плотная ткань – это 150 нитей на квадратный сантиметр. Должно быть уникальное производство. Чтобы создать такую тонкую нитку, нужно специально создавать оборудование сначала. Андрей Столяров уверен, древние цивилизации знали технологии, аналоги которым современное человечество еще не научилось создавать. Про цивилизации были известны и технологии, и научные концепции мира, к которым мы только-только сейчас приходим, которые только-только сейчас открываем и считаем, что это открытие 21 века. Но не исключено, что эти открытия 21 века уже были достаточно хорошо известны. Допустим, древние египтяне столкнулись с другой, более развитой цивилизацией. Как мог строиться их контакт? Я расстроила все тайны. Это наши современники – туземцы с островов архипелага Туамоту. Представители племени Муари. Казус, ставший историческим фактом. На этих островах, в Тихом океане во время Второй мировой войны, базировалась американская дивизия. По окончании войны войска ушли с места дислокации. Итальянские документалисты сняли эти кадры в 60-х годах прошлого века. Туземцы построили из бамбука самолеты и подобие взлетной площадки. У них сложился новый культ поклонения белым богам. Они даже приносили им жертвы. С точки зрения туземцев, американские солдаты действительно были богами, пришельцами из иного мира. Они принесли с собой невиданные инструменты и орудия, извергающие огонь. Они никогда не ходили на охоту, но у них всегда была пища. Они возносились в небо и метали гром и молнии. Когда индейцы встречали Кортеса, они восприняли его именно как посланца богов. У них были предания, которые заставляли их ожидать пришествия того предыдущего представителя высокоразвитой цивилизации. Когда они его встретили, они посчитали, что это и есть сигнал о том, что повторяется то, что было в мифу. Возможно, что подобным же образом появились многие средневековые мифы. В том числе и о ведьмах, летающих в ступе. И многочисленные легенды о людях, вознесшихся в небо прямо на глазах изумленной толпы. Через несколько тысяч лет от нас с вами останутся такие же мифы, как доходят до нас с вами от той предыдущей цивилизации. На юге пустыни тянутся голые, красно-бурые цепи скал. Под выступом одной из них в 1956 году французский археолог Анри Лот нашел шестиметровое изображение великана. Он назвал его великим богом марсиан. В 1856 году, во время раскопок древнего поселения в Перу, в захоронениях, которые датируются первым тысячелетием до нашей эры, были найдены гранитные камни. Содержание рисунков, выбитых на них, не вязались с привычным представлением об истории человечества. Вот на этом, по-видимому, врачи трепанируют череп. Но из головы больного почему-то вырываются змеи. А здесь человек летит на странном аппарате. А на этом камне кто-то смотрит в подзорную трубу. Камни ики раздражают прежде всего тем, что они не вписываются в сложившуюся историю человечества. Камни ики говорят о том, что десятки, а то и более тысяч лет назад, человечество уже достигло неких вершин развития. И нужно пересматривать ту сложившуюся стереотипную точку зрения. Спустя сто лет доктору из перуанского города Ика Хавьеру Кабреру попали в руки некоторые из этих камней. Доктор Кабрера заинтересовался происхождением столь странных изображений на камнях и решил их собирать. Он скупал камни на протяжении многих лет у местных крестьян, находивших каменные артефакты на своих полях и у расхитителей гробниц, которых в Перу называют уакерос. Многие знали об увлечении доктора и несли ему свои находки вместо оплаты за обычный прием врача. Кабрера собрал коллекцию из 13 тысяч камней, которые хранятся сейчас в музее перуанского города Ика. Но власти Перу считают, что коллекция – подделка. Я считаю, что камни Ики – настоящий артефакт, что к ним нужно относиться серьезно, и та информация, которую они в себе несут, может дать очень многое человечеству, для того, чтобы понять...